Добрый день, агрофирма «Прогресс», Лобинский район, крупное предприятие, 16 тысяч гектарь земли, плюс животноводство, лесное направление, коневодство, в проекте 400 человек персонал, 200 единиц техники. Я так скажу, данное направление цифрализация нам достаточно интересно и мы считаем высокую актуальность данного направления. Мы последовательно занимаемся проектами в этом направлении на протяжении 6 лет. То есть практически все, что здесь обсуждалось и говорилось, мы в той или иной мере либо использовали, либо тестировали. И я коротко пробегусь с краткой оценкой эффективности. Да, как в принципе и все, мы начинали с оцифровки полей. Это как бы базовая вещь цифрализации. Что нам это позволило? Мы выявили порядка 2% неиспользуемых земель, что составило 400 гектар. Я считаю, на мое усмотрение, я финансист в прошлом, поэтому люблю все считать, что это один из самых эффективных проектов с практически мгновенной окупаемостью. Ну, помимо того, что на эти площади списывались ТМЦ, платилась аренда за них, мы вернули на настоящий момент порядка 300 гектар и вернули все обороты. Это сравнимо с площадью такого хорошего европейского фермерского хозяйства. И активы этот вырос минимум втрое в настоящий момент. Вся наша техника оснащена системами автопилотирования Тримбл. Я имею ввиду тяжелую основную технику импортного производства. У нас РТК, работаем на РТК-сигнале. Далее, GPS-трекеры и контроль учета и расхода топлива. Да, тоже интересная тема. Я думаю, что для всех это есть. Интересно про это рассказывать, потому что мы прошли несколько этапов. Меняли оператора. Что интересно, на каждом этапе мы получали достаточно значительную экономию и окупаемость всех этих движений у нас в течение сезона. Мы, в принципе, готовы к диффнесению. Вся приобретаемая техника, вновь приобретаемая техника, заведомо приобреталась с функцией, с возможностью диффнесения. Вся уборочная техника оснащена системами слой-чужой. Используем беспилотную опроверацию. Планируем сейчас приобретение беспилотных опрыскивателей. Три единицы мы, по сути, РОИ будем также тестировать. У нас внедрена провинутая система видеонаблюдения, круглосуточная. Мы разработали и используем систему скаутинга посевов. Основной наш партнер во всех этих начинаниях и во всем этом движении – это компания «СосАгра» и «Продукт Кропио». Как итогом всех этих проектов, мы в этом году завершили интеграцию системы «Продукт Кропио» с 1С-бухгалтерией. Что мы имеем в настоящий момент? По сути, мы имеем сквозной учет топлива. То есть техника, все перемещение топлива внутри хозяйства находит в режиме практически реального времени. Отображается вплоть до заправки тракторов в поле. Это попадает, незамедлительно попадает в бухгалтерию и отражается в виде актов перемещения топлива с минимальным участием. То есть бухгалтеры только верифицируют. Они не имеют права даже вносить информацию в данные акты. Аналогичная система – это по списанию ТМЦ, семинации за ирубление. Также у нас сейчас, по сути, мы имеем ежедневное списание ТМЦ. Действует это следующим образом. Агроном в поле верифицирует. То есть он завершил обработку поля, он с определенными нормами внесения. Он закрывает операцию. Эта операция автоматически попадает у нас в 1С с формированием соответствующих актов на списание. Также без участия. То есть бухгалтерской службы запрещено выносить туда руками. У них нет функции внесения руками инструмента данных. И, соответственно, путевой лист и автоматический расчет заработной платы. Это также все поступает из системы Кропива. Затем в ежедневном режиме. То есть работы, совершенные вчера, автоматическая выроска, у нас попадают в путевые листы, попадают в бухгалтерию. Рассчитывается заработная плата с минимальной... Здесь есть некоторое участие бухгалтерской службы, но с минимальным участием. Это позволяет, ну то есть я сейчас гарантированно уверен, что у нас 100% все операции буквально связаны с работой техники, розовой, тракторной техники. У нас все операции внесения. У нас все это, а, минимально короткие сроки попадают в бухгалтерию. И эта информация оцифрована. То есть я имею в виду, я получаю возможность анализировать огромный объем данных, при том данных правильных, которые не вносил там человека, которые дали соответствующие датчики. Что мы планируем в дальнейшем? Мы сейчас в настоящий момент создаем систему, скажем так, аналитическую систему, аналитическую систему и систему визуализации. То есть полученные данные мы сейчас будем обрабатывать для оперативного принятия управленческих решений. Также мы, это план на следующий год, достаточно такой, как бы, большой, амбициозный. Также мы планируем, ну это уже, как бы, небольшие вещи, это интеграция в систему Кропиво. Земельные службы, земельного банка, интеграция инженерной службы. Мы немножко эти функции, немножко опустили, на потом оставим. По сути, как я вижу, в 2022 году в нашем предприятии будет завершено создание операционной системы управления предприятия на базе Кропиво. Что касается эффективности, вот мое мнение, что многие вещи достаточно сложно и практически невозможно оценить, не имея достаточно продвинутой уже системы контроля, мониторинга и достаточно высокой степени цифровизации. То есть посчитать это, посчитать это не умозрительно, а посчитать именно найти, посчитать конкретные цифры. То есть сейчас, вот только сейчас, когда я на 100% уверен, то что фактические данные у меня попадают в 1С, и я могу их использовать для, они валидны, я способен использовать их для адекватного анализа. Только вот в настоящий момент я получаю возможность провести адекватную оценку. Ну, что касается, да, по конкретных вещей, по обмеру полей я сказал, да, это самый такой одиозный пример, что на самом деле копеечные затраты, они для нас позволили, в десятках миллионов измеряется тот эффект, который мы от этого получили в виде выявленных площадей и сэкономленных ТНЦ на этих полях. Безусловно, все с этим сталкивались, безусловно, эффективный элемент это датчики учета и контроля топлива. Что здесь окупаемость, ну это не договор, не секрет, окупаемость год составляет. Для меня интересен тот момент, что на каждом, вот даже на этапе интеграции, то есть получение, когда мы добились сквозного учета и отражения непосредственно заправки в поле, отражения сразу в виде акта списания в бухгалтерии, даже здесь мы получили эффект, который, ну, затраты эти окупают, ну, засчитанные там, несопоставимо с расходной частью. Сама по себе интеграция с 1С, ну, грубо говоря, помимо других положительных вещей, ну, это сокращение, это возможное сокращение бухгалтерской службы. То есть это экономия на зарплате. У нас такой задачи нет, у нас достаточно успешно. Мы бухгалтеров переквалифицировали в диспетчеров, и тетечки 55+, вполне как бы справляются и вполне эффективны в этом направлении. То есть мы не пошли по пути сокращения бухгалтерской службы, мы просто, скажем так, диспетчерскую службу таким образом наполнили квалифицированными кадрами. Ну, лично мое мнение, что цифровизация, то есть получение, оцифровка всех операций, она должна стоять в основе для того, чтобы адекватно провести анализ дикт несения, использование автопилотов. Но автопилоты я отношу как... Это безусловно, они безусловно эффективны, потому что сеем встык, перекрытие ноль, в ночное время работаем с теми же самыми нормами выработки. Но сказать это в цифре, в рублях, я не могу, потому что на этапе, когда мы внедряли автопилоты, у меня не было базы, то есть я не на что опериться для того, чтобы оценить это. В настоящий момент я могу оценить, я уверен, что я могу оценить любой эксперимент. Именно я считаю правильный такой путь, то есть создание информационной и аналитической системы, это на базе одной из программ. Мы для себя остановились на системе Кропио. Ну, просто, как я вижу, с чего начинать, да? Мы достаточно долго ходили, то есть когда мы об этом думали, еще такого как бы даже термина цифровизации не было, но мы хотели именно получить некую оболочку, в которой можно реализовать все наши задумки, то есть которая будет стоять во главе всего этого процесса. Мы для себя выбрали систему Кропио и компанию SAS Agro с ней прошли весь этот путь. Безусловно, из достоинств программы Кропио это ее, безусловно, интуитивная понятность, широчайший функционал, который мы, даже мы еще не используем на 100%. То есть там и сталкинг, и, ну, то есть все инструменты, которые сегодня обсуждали, в ней присутствуют. И, безусловно, ну, наежность. То есть мы за 6 лет работы ни разу ни одного сбоя не припомним. Дальнейшие шаги, какие я вижу, это электронная карта. Я имею в виду, с чего начинать и как идти к процессу цифровизации. Это выбор партнера, выбор программы, электронная карта ПОЛИИ, у кого нет, интеграция, ну, я говорю сейчас о Кропио, сразу системы мониторинга, там, допустим, Кропио, интеграция с 1С. Это можно делать на этапе внедрения даже. Создание диспетчерской службы, создание системы, использование системы скаутинга. Ну, эти инструменты доступны в том программном продукте, от которого мы выбрали. И внедрение информационно-аналитической системы. После этого, в принципе, процесс цифровизации как таковой, я считаю, что он, это уже достаточно глубокий уровень. После этого уже можно адекватно проводить эксперименты по ДИФ-кнесению. С ДИФ-кнесением, да, мы готовы. Здесь мы проводили эксперимент по ДИФ-кнесению. Тоже в 15-м году, ну, как правильно сказали коллеги, мы были, ну, скорее всего, мы были идеологически не готовы, хотя бы технически были готовы. И мы бы не смогли это адекватно посчитать, если честно. То есть эффект, посчитать эффект я бы не смог. Сейчас я смогу. Мы проводили эксперимент на 400 гектар в течение одного года. Мы понимаем, что это как бы, это не период. Мы прервались. Почему? Потому что мы в результате арахим-обследования, мы увидели, что у нас достаточно большая проблема по тяж. То есть мы обратились к более глобальным вопросам с землей. То есть это внесение дефеката, это внесение навоза. Но я думаю, что ДИФ-кнесение сейчас, как с нынешними ценами, это актуальный вопрос. И я буду с руководителем обсуждать то, что... Дмитрий Николаевич, спасибо. К сожалению, нас уже выпроваживают время и стекло. Мы их даже перебрали. Вас интересно было бы послушать более подробно, конечно. И вопросов много еще. Но я надеюсь, что у нас будут еще возможности в будущем. И ваши наработки следующие позволят полнее раскрыть эту тему. Мы достаточно закрытие предприятие, поэтому к нам нужно приехать. Замечательно. Это очень хорошо.